здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодняшний урок я решила записать и выложить в записи для того чтобы вы могли уже как-то систематизировать свои знания многие из вас давно уже на моем канале и это наши разборы носят носят несколько спонтанный характер когда мы разбираем кого-то мы не систематизируем наши знания а просто когда я вижу какие-то признаки я вам их показываю и у вас это не складывается в одну общую картину для того чтобы это сложилось в одну картину я решила записать несколько видео несколько таких уроков где мы попытаемся систематизировать наши знания для того чтобы уже в дальнейшем ну их более грамотно применять и для начала я хочу пройтись по 10 самым таким значимым ключам профайлинга ну и вообще в принципе чем мы занимаемся с вами на канале здесь немножечко теории мы сегодня пройдем поэтому я решила не в прямом эфире это сделать а сделать такой мини урок для того чтобы вам было более понятно и так что такое профайлинг профайлинг это направление в психологии изучающие возможное поведение человека по его вербальным и невербальным признакам без использования специальных средств таких как детектор лжи и как вы понимаете детектор лжи конечно же хорош но он имеет ряд недостатков которые но я думаю что в профайлинге эти недостатки скажем так ну не не так заметны потому что ну для начала согласия нам ни у кого не надо спрашивать человек обладающий знаниями профайлинга отлично может делать свои выводы исходя из того что он видит что называется видеть анализировать нам никто не запрещает и поэтому конечно же не нужно нам спрашивать у человека хочет ли он чтобы мы подключили к нему какие-то специальные датчики да ну вот это как раз и есть второй недостаток использования детектора лжи потому что нужно подключать определенные датчики к человек должен сидеть несколько часов неподвижно человек должен отвечать на огромное количество вопросов и это же является и третьим недостатком использования профайлинг использования детектора лжи то есть знание профайлинга это можно сказать такой переносной детектор лжи который всегда в голове да но мы можем заполнять наш мозг чем угодно данную лучше если наш мозг будет заполнен чем-то очень полезным что пригодится нам в жизни для того чтобы мы не делали лишних ошибок и более эффективно что называется жили до профайлинг используется очень широко как бы нам хотелось или не хотелось но за нами все за нами следят особенно следят в местах скопления людей потому что мы с вами может быть и не представляем опасности но следят для того чтобы нас обезопасить да вот я так думаю что преступники меня не будут смотреть мирные граждане или в принципе вот кто смотрит меня да вы вы не хотели бы оказаться заложником там в самолете или еще где-то поэтому конечно же в местах скопления людей специально обученные люди отслеживают поведение всех людей и если кто-то выделяется из общей толпы своим каким-то поведением его как-то берут для беседы да там проводят определенную беседу за ним сначала наблюдают ну то есть есть определенная процедура есть определенные внутренние документы с которыми я ознакомилась и в общем то что должна сказать что конечно же внутренние документы для там аэропортов и других мест где производится слежка довольно топорные по сравнению с тем обучением которое я провожу это так немножечко подсластила сама себе что называется пилюлю адам ну и в общем то откуда все это пошло все это пошло с того что когда-то такой знаете заслуженный профессор психологии альберт мейрабин решил провести опыт на своих этих учениках на своих студентах и оказалось вы знаете он пришел к таким удивительным вообще выводом что после этого ну можно сказать он ну это это стало можно сказать революцией в психологии потому что оказалось вот исходя из его исследований что мы получаем info вернее мы узнаем информацию через слова только на 7 процентов получается что вот способы восприятия они складываются из в первую очередь языка тела то есть мы все бессознательно читаем язык тела мы можем не слышать слова но мы можем но когда мы видим как человек что-то говорит мы можем делать выводы о том ну в каком контексте он это говорит то есть через язык тела мы получаем 55 процентов информации через голос интонацию мы получаем 38 процентов информации и через слова мы получаем всего лишь семь процентов информации то есть понимаете 93 процента это то что мы ну как-то интуитивно к этому приходим с возрастом методом проб ошибок до методом каких-то я не знаю разочарований особенно в личной жизни девчонки мы же не так долго можем продлевать свой детородный возраст да и ну вот свою привлекательность поэтому за это время нам нужно найти мужчину который будет нас обеспечивать да ну или как-то взаимодействовать с нами на равных даже но как бы найти подходящего мужчину до для того чтобы не хотелось бы говорить про встретить старость но тем не менее провести жизнь с подходящим мужчины не тем который будет как-то портить нам жизни для ну не только это в отношениях до этой везде во всех сферах жизни мы должны пройти путь проб и ошибок для того чтобы получить какой-то опыт для того чтобы считывать вот эти девяносто три процента правильно да конечно же это проходит определенное время либо мы можем просто выучить профайлинг и я думаю что многие из вас здесь именно поэтому вы не хотите ошибаться не хотите идти по граблям вы хотите более эффективно проживать свою жизнь поэтому еще раз велкам на мой канал если вы еще не подписаны не забывайте подписаться я здесь для этого нахожусь работаю делаю свои ролики и в данном случае вот этот ролик специально для вас а да но знаете вот вообще как тот кто распознает тот кто должен выяснить врут ему или не врут этот человек по научному называется верификатор но так если я вдруг скажу это сухого но вы просто знаете что она обозначает верификатор это тот который определяет степень правдивости того что ему говорят и ну знаете вот часто многие у меня спрашивают хотят вот каких-то таких вот супер рецептов да для того чтобы сразу посмотреть на человека и сказать врет он или не врет а еще даже еще ну как-то наивнее звучит склонен ли этот человек врать вообще врать склонны все абсолютно и не надо тешить себя иллюзиями что мы вообще но даже если кто-то из вас считает что вы стараетесь не врать все равно в некоторых случаях ложь присутствует в вашей жизни и это вот сто процентов не тешьте себя иллюзиями что если вы не сказали ложь что это не значит что вы соврали понимаете часто бывает так что человек умалчивает информацию для того чтобы не поднимать ну то что он хочет скрыть и да вот факт сокрытия информации тоже является ложью это ну вот чтобы розетта разделить котлеты от мух но я допускаю что многие из вас стараются не врать стараются не обманывать и это очень похвально это здорово но это не лишает опять таки всех кто старается так жить не лишает возможности вернее скажем как не уводит вас от опасности того что вы можете стать объектом для лжи поэтому для того чтобы не становиться объектами для лжи нам нужно учиться да и умолчание это тоже есть ложь поэтому ну если вам кто-то пытается умалчивать здесь очень простое средство понимаете ну вот как в том анекдоте когда муж приходит домой под утро жена на него набрасывается ты где шлялся всю ночь а он говорит дорогая ты готова знать правду так вот если вы все-таки готовы по-взрослому столкнуться с правдой то заставляете того человека который хочет вам соврать заставляйте его все-таки перейти эту черту от умолчания к факту потому что когда человек переходит к факту здесь уже идет игра на его территории понимаете если он умолчал он как бы знаете потом скажет а я а я ничего не говорю а ты не спрашивала вот еще излюбленный такой ответ лжецов и должна сказать ну конечно же вот умолчание это менее энергозатратная форма обмана поэтому лжец постарается использовать именно и этот способ в первую очередь ему очень важно не зайти на свою территорию понимаете ему важно остаться на вашей территории играть против вас понимаете им ну если он умолчал как бы он не перешел черту значит поэтому наша задача если мы не хотим быть обманутыми довести разговор до того чтобы он либо сознался либо перешел эту черту тогда мы уже можно сказать ну как как в какой-то степени выигрываем но другой вопрос готовы ли вы правда столкнуться с правдой ну вот прежде чем играть в эти игры в первую очередь убедитесь в том что вы готовы знать правду вот это самое главное да а так вот все таки не позволяйте лжецу остаться на поле где он у него все козыри переводите его либо за черту либо пусть он признается и остается на своем поле понимаете вот в этом моменте важно чтобы все таки факт состоялся и дальше если вы задаете грамотные вопросы по поводу вопросов я еще проведу урок там расскажу по вопросы есть специальные ну а значит смотрите все таки вопросы максимально задавайте чтобы вот этот факт состоялся и дальше если человек продолжает скрывать от вас что-то он перейдет уже в другую форму уже от умолчания переходит в искажение искажение правды и здесь уже более сложно ему ну что называется играть потому что для него это важно понимаете и поэтому он будет всячески скажем либо избегать либо как можно меньше информации давать и вот здесь вот уже идет игра вот как раз вот тоже к чему мы подходим да вот эти 10 ключей которые вы можете использовать против него для того чтобы выяснить правду то есть если вы уже перешли с ним за черту и он уже согласился с тем что будет дальше играть будет дальше вам что-то доказывать поэтому здесь уже очень много факторов которые работают против него понимаете когда человек переходит эту черту ему нужно ну это же на самом деле то что он вам будет врать это на самом деле не происходило понимаете поэтому здесь многие факторы будут против него и ну давайте уже конкретно будем говорить да и еще вот здесь у меня крупными буквами написанное я никак не не сообщу вам такую важную информацию но то есть что касается искажений мы сейчас будем 10 ключей по этим искажением разбирать да который вы можете использовать но помните одну очень важную вещь ложь это всегда стресс для организма организм пытается всячески вот избежать либо ну то есть ли это инородная скажем так тело которое попадает наш организм это ложь и тело будет сопротивляться вот по этим признакам мы можем определить что у человека что-то не так не комфортно ему до человек который говорит правду он будет говорить правду он будет доказывать свою правду даже если она не очень приятная но все равно он будет она это это тот то тело которое в организме нормально сочетается а ложь это инородное тело которое организм пытается вытолкнуть из себя вот это вот самое главное но понимаете стресс не всегда ложь а вот ложь это всегда стресс ну скажем так инородное тело да но инородное тело не всегда ложь часто бывает так что человек просто в таком эмоциональном состоянии находится что ему не очень комфортно в принципе разговаривать поэтому вот это вот очень такой важный момент бывает так что человек находится в очень некомфортной среде и опять таки это тоже накладывает определенные обстоятельства ну кстати что далеко ходить вот сейчас я вам как раз пример и приведу но давайте вот вот первые примеры как раз и будут вот из этой серии когда человек просто находится в некомфортной среде вот первый и второй ключ который о котором я хочу вам сказать 1 ключ это левая сторона и и сложнее контролировать поэтому сигналы лжи или дискомфорта мы будем отслеживать первую очередь сигналы дискомфорта а и значит что здесь нужно в первую очередь смотреть насколько в принципе человек комфортно себя чувствовал до этого понимаете если он в тех же обстоятельствах когда вы там спокойно сидели пили чай и вдруг он стал напрягаться дан при разговоре на конкретные темы то да действительно здесь он что-то скрывает но если он в принципе пришел в среду где ему некомфортно здесь пить чай вы его пригласили а здесь рядом сидит человек с которым ему сложно находиться либо это по статусу очень высокий либо очень низкий по статусу человек либо ну какие-то такие обстоятельства то есть разные могут быть обстоятельства в принципе человек пришел ему некомфортно вот в этом случае это просто ну вот научитесь это разделять но вот все-таки в контексте определение лжи наблюдаем но сначала нужно человека раскрепостить прежде чем вот эти ключи все использовать мы должны увидеть человека в комфортном состоянии ну какие-то вопросы которые не вызывают в нем никаких неприятных эмоций до зажимов и так далее то есть сначала человек должен расслабиться а потом мы задаем ему вопросы по поводу вопросов опять таки я как-нибудь проведу еще один эфир я вам это обещаю да значит а и смотрите как когда человек нервничает а ему сложнее контролировать именно левую сторону почему потому что левая сторона как я вам часто говорила это более эмоциональная сторона вот именно эмоции всегда дают сбой понимаете мозгами мы можем контролировать вообще вся ложь это от мозгов но эмоции это вот ближе к нашему телу да и вот в первую очередь отторжение инородного тела о котором я говорила ложь мы считаем инородным телом именно с эмоциональной стороны пойдет поэтому внимательнее наблюдаем именно за левой стороной здесь мы как раз можем видеть эти сигналы и так как видео будет как раз про скажем там там два сигнала будет еще а прикосновение к лицу и перекрестные жесты вот здесь вот тоже очень такой важный момент часто человек когда нервничает он начинает прикасаться к лицу начинает там какие-то прыщи и ну что-то находить вот почесывать там не знаю ну то есть прикосновение к лицу если пошли это тоже сигнал и если это еще и перекрестные жесты то есть правой рукой мы левую сторону трогаем левой рукой правую и вот это вот все сразу эти два пункта очень четко вот буквально недавно у нас был разбор в до предыдущий разбор как раз у меня на канале когда человек просто находился в такой ситуации но 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 просто тут вот в принципе ему было очень сложно находиться и мы это видели вот эти все сигналы здесь как раз вот не по теме лжи а по теме дискомфорта понимаете но ложь она также будет проявляться просто вот если до этого они бы сидели там не знаю пили чай и обнимались да а потом вот это пошло тогда бы здесь стоило бы задуматься я такую большое предисловие вот пожалуйста помните вот это все часа себя немножко сдвину потому что чтобы не закрывать самые интересные жесты на наверно вообще передвину сюда потому что наблюдать мы будем здесь именно за зеленским а помните этот разбор и помните как в начале встречи зеленский показывал все признаки стресса все признаки стресса но дальше он эту ситуацию переломил если вы еще не видели этот разбор обязательно посмотрите потому что там много таких вот фишечек которые надо использовать давайте я включаю можете видеть а здесь ли левый кулак у нас который он смотрите левый кулак сжал а правым как бы успокаивает себя то есть вот вот она левая сторона видите левую сторону сложнее контролировать именно левый кулак он жал да потому что он в панике он реально в панике он приехал но я это разбирала поэтому сейчас не буду об этом долго говорить просто чтобы вы понимали что ну вот левая сторона именно левая сторона дает сбой в моменты когда человек находится в стрессе данном случае человек в принципе находится в стрессе но вот как я уже говорила если вы пытаетесь верифицировать ложь то вот этот факт должен вас насторожить если до этого он сидел расслаблено вальяжно а потом бах и у него пошли вот эти сигналы видите тут все признаки стресса конечно же на лицо и вот некоторые из них вот как раз и про те ключи которые я вам хотела показать их в общем то много у меня на канале видите и перекрестный жест тоже пошел он рукой смотрите правой рукой пошел к левой щеке да но потом он еще перехватил инициативу можно сказать но человек в актерской среде он довольно натренирован в этом плане да и в общем то быстро с похватился что но изначально рука шла и причем указательный палец а указательный это указание до шел именно как перекрестный жест поэтому здесь тоже ну как бы вот 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 то про что мы сейчас говорили море нити видите перекрестный жест на большим пальцем подхватывает как бы челюсть ну то есть понимаете да вот эти два пункта которые мы с вами вот сейчас посмотрели но у меня на канале много таких примеров просто я вам хотела сейчас больше в теорию да а что называется теории дать чтобы вы ну более менее структурировали то чем мы занимаемся на канале потому что моих разборах всегда то мы замечаем жесты то мы эмоции замечаем то мы какие-то манипуляции замечаем и вот вот все из всего этого как-то структурировать но я понимаю вас да что вам довольно сложно структурировать все все знания которые я даю вам на канале как бы нет вот такой какой-то но четкой схемы да и вот поэтому я сейчас делаю это видео чтобы у вас была определенная схема по которой вы уже так могли бы для себя какие-то делать выводы да вы же не можете при общении до сказать человеку а ну-ка подожди-ка подожди-ка я считаю твою эмоцию сопоставлю там еще с какими-то своими показателями это все вам нужно делать автоматически что называется на ходу да и для того чтобы это у вас сложилось до в определенный пазл некоторые ну некоторые навыки вам придется натренировать что называется и эти навыки как раз вот третий четвертый и пятый пункт это для того чтобы вы натренировали эти навыки вот по пятому пункту у меня есть курс значит все курсы я сделала такими доступными по стоимости 990 рублей а значит я собрала все эмоции из всех видео которые ну вот мы делали разборы да у меня на канале 500 с лишним роликов чтобы их все не пересматривать я все эмоции разложила по эмоциям и вот такой знаете тренировочный курс сделала там 18 уроков под видео там будет ссылочка на это обучение вы сможете пройти отдельно это нужно прям знаете вместо фильма на ночь смотреть вот эти курсы смотреть вот эти вот эмоции вот это как раз про настоящую жизнь не какой-то там как тренажер да а именно в настоящей жизни мы разбираем интервью разные показания людей да и мы отслеживаем их эмоции вот это все у меня там в замедленные съемки так как я это делаю я это все собрала в один курс 18 уроков вот просто посмотрите как минимум один раз этот курс либо посмотрите несколько раз чтобы у вас это отложилось на уровне бессознательного вот я уже нас ну когда я много этим занимаюсь я уже на увеличенной скорости смотрю все интервью прежде чем вам делать разборы я это все смотрю на скорости в два раза быстрее потому что мой глаз уже натренирован вот вам тоже нужно вот это вот натренировать чтобы вы эмоции в обычной жизни могли определять также вот что называется на лету раз увидел эмоцию и сделал вывод вот это вот тот навык который нужно потренировать еще один навык это жесты по жестам я тоже сделаю такой же курс начну с нового года проводить занятия буду вам присылать если хотите тоже присоединяйтесь к этому новому курсу цена пока тоже в течение 24 часов будет со скидкой а значит можете ну зафиксировать себя в этой группе и вам будут приходить письма а дальше а вот это третий пункт жесты я точно также соберу жесты я точно также их классифицирую это тоже нужно будет вам наработать вот этот навык потому что в наших разборах жесты как бы всегда ну какая-то часть жестов я описываю да ну не полностью а здесь в этом курсе я соберу все что я знаю по жестам и выдам вам в виде курса и еще одно я проведу опять таки вот такой же такой же урок как сейчас провожу в открытом доступе по двигать вегетативной нервной системе это еще один такой но здесь попроще все но я проведу еще такой урок а значит в ближайшие дни вам выложу вы посмотрите еще это будет здесь же на канале поэтому если вы еще не подписаны на канал подпишитесь но извините что я немножечко отступила от этих ключей но вот вот эти очень объемные темы которые здесь ну к сожалению я сейчас не смогу вам рассказать я бы хотела больше заострить внимание на следующих пунктах то есть пять пунктов вы понимаете о чем-то следующие пункты это ну вот шестой пункт это краткость знаете вообще конечно ложь это стресс как мы уже знаем да и любой человек который вступает на путь искажения да ну то есть он умолчать ему не получилось вы задали ему грамотные вопросы кстати по вопросам я тоже проведу урок так вот умолчать ему не полу у него не получилось и дальше что делать ну если вы поставите себя на место обманщика вы конечно же поймете что тем не менее хоть ты и зашел на свое поле ты стараешься из него побыстрее уйти да ты стараешься уйти в более безопасное пространство каким образом как можно меньше наследив там где но приходится врать чем меньше фактов обмана тем лучше то есть обманщик будет стараться умалчивать какие-то факты он будет стараться вас увести всяческими способами с этого поля чтобы как можно меньше там закапываться потому что он понимает что если он там закопается то это надолго поэтому еще один ключ для того чтобы распознавать ложь это вот наблюдать за тем как развернуто человек отвечает на поставленные вопросы для иллюстрации вот вам сейчас покажу пример а значит смотрите вот для начала я вам показываю как человек пытается уйти от факта обмана но и в общем то ну давайте я вам покажу и вы убедитесь в том что это действительно так работает ты готов ну давай попробуем видите его жена бывшая допрашивает и сразу такая вот рассказывай вышел значит ты из тюрьмы сел в гелендваген что было дальше потом я пересел в рейндж ровер видите он уводит уводит говорит какие-то вещи которые никому не интересны потом пересел то есть никаких эмоций видите эмоции сдулись вообще минимально информацию выдает минимально сжатый весь я вам покажу следующим роликом где он не такой сжатый просто для контраста вы видите он нервно смеется вот вот все вот это напряжение говорит о том вот здесь надо копать вот знаете если бы ну я думаю что вы уже тоже это чувствуете а чувствуете не просто так вот я уверена что все кто сейчас смотрит вы не первый день на моем канале если первый день то не забывайте подписаться и ставить колокольчик и ставить колокольчик и все такое потому что вот здесь вот я вижу сразу что вот здесь надо копать здесь он он скрывает очень много скрывает тут такой факт вообще зарыт но в принципе сейчас вот потому как развиваются события в их отношения вернее развили развились события они же развились мы знаем к чему это привело дальше все поехал в москву сюда один видите значит здесь он ему удалось увести с этого поля и он расслабился такой выдох вот это тоже знак нет больше никого не было да напрягся сжал губы попытался посмотреть смелее нервная улыбка но здесь он смотрит и проверяет реакцию кстати по поводу реакции я не помню я в этих ключах буду давать или нет то если даже сейчас не да я помню схему надо бы вам показать ну ладно в каком-то из следующих уроков я вам дам схему здесь он смотрит немножечко презрительно то есть а что ты мне сделаешь вот-вот примерно так с этим взглядом и она в общем-то чувствует что-то может низ не стоит дальше копать не стоит дальше выяснять машина сама ехала до водителями было проводить челюсть стороны ох как тут ох как тут много зарыто о и как ой не могу смотрю на это и вот прям руки чешут выясните ну ладно смотрите дальше вот следующий ролик давайте посмотрим для того чтобы сравнить реакцию но может быть он сам по себе так разговаривает да может быть он в принципе не неразговорчивый да кто-то из вас может сказать но давайте посмотрим как он описывает другие ситуации до в которых нечего скрывать в которых есть что рассказать вот пожалуйста любуйте ты приехал в москву какие ощущения но ощущения были непонятны изначально очень долго ждали когда уже озвучили решение того что нас выпускают ждали этого дня и все каждый день был в тревоге до того момента пока не наступило 17 число ночь потому что в любой момент все таки понятное дело что это было может быть и маловероятно но в любой момент ждали подвох от прокуратуры видите а потом глянул на нее и опять напрягся вот на какую-то отстраненную тему говорит да очень легко свободно нет вот этого всего напряжения да а потом глянул на нее и бах опять сдулся вот он явно скрывает и там понятно что скрывает то есть он он не изменял налево направо это сто процентов ли либо там просто была женщина с которой у него там ну ну что то вот там там зарыто очень серьезно да ну надеюсь вы увидели разницу да напишите в комментарии увидели ли вы разницу я к сожалению сейчас это делаю в записи поэтому не могу прочитать ваши комментарии в чате но в чате можете сейчас вот если это трансляции идет напишите в чате свое мнение да но в комментариях тоже напишите потому что комментарии они потом остаются и я их потом читаю да то есть понимаете вот такие истории а да еще не только у него давайте посмотрим вот еще пример где в общем то тоже вот такой вот съезжание с темы да вот как то так понимает что ляпнул не то чуть-чуть и так и бах и начинает вот как-то приседать хотя ну вот давайте посмотрим ролик то тоже пример вот того как человеку когда он понимает что все что он скажет выйдет против него нам как-то так и раз и съезжает когда мне внук бабки с этого капюста в самом в самом начале когда я только пришел там я делал рекламу на то это то есть мне говорите по прорекламируй там я не знал что это настолько их типа можно не вникал да потом ну то есть не там дают и но я у меня только блогерство началось я даже в этой теме еще не понимал но когда понял эти по я вообще перестал даже такую рекламу именно 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 на их аккаунты то есть типа вот переходи к нему сейчас нет конечно я уже давно не то есть такой то нет просто я категорически против копиров правда и мне радостно слушать что ты хоть это дело понимаешь что это типа плохо и сейчас этим не занимаешься но здесь он решил смолчать потому что на самом деле либо она неправильно поняла либо она ведет разговор не в ту сторону на самом деле когда я делала этот разбор буквально за несколько буквально вот накануне я зашла в его аккаунт и там он рекламировал вот это каперство вот скрин экрана как раз да я сейчас себя сдвину на свое место сейчас секундочку вот пожалуйста скрин экрана как он это делает очень успешно ну буквально там за день за два до того как вышло это интервью естественно каперство он не бросил он просто стал гнать трафик не на тех кто ему платит за рекламу а на свой аккаунт то есть стал зарабатывать просто больше но понимаете что человек который пришел за рекламой он предполагает еще и свою прибыль да он платит блогеру но еще и сам что-то зарабатывать когда дава на но он у нас очень умный парень такой хитро умный так бы я сказала он понял что здесь большие деньги получают те кто ему платят за рекламу и он подумал а почему бы мне самому эти деньги не иметь вот это он начал говорить но потом когда он понял что лучше уж тут помолчать потому что ну вот правда она не очень хороша для слушателей кто-то может догадаться что ему понравилось то куда склонила и да да вот эта версия что он прекратил этим заниматься ну он подумал наверное лучше лучше пусть так думают а я тем временем будут зарабатывать деньги то есть вот здесь вот он попытался умолчать и вот здесь конечно же ну я не знаю с какой целью и да увела разговор в другую тему но с точки зрения журналистики очень неправильно неправильно потому что конечно же очень серьезный факт с ее помощью был не раскрыт в личности человека которого она интервьюировала но и мы слушатели не до получили нужную информацию нам пришлось это делать вот с моей помощью да что называется можем у меня сейчас я тут немножко неправильно настроила этот хромакей и поэтому улыбка у меня конечно блестящие так ладно значит идем дальше то есть человек когда не хочет чтобы его обман выплыл чтобы все поняли что он обманывает человек в этом случае старается избежать опять-таки факта обмана старается максимально умолчать и меньше фактов дать поэтому наша задача как верификаторов наша задача максимально закопать обманщиков его же собственной его же собственных фекалиях извиняюсь за французский да ну что что поделать наша задача четко понять что нам брут да и от этого зависит наш успех поэтому здесь либо мы даем возможность обманщику нас обмануть и получить много бонусов для себя либо мы ну здесь спасение утопающих дело рук самих утопающих и спасаем себя соответственно максимально надо закопать вот здесь со стороны и ды надо было максимально выяснить этот вопрос до максимально раскрыть чтобы он прям по факту нам сказал что это он сейчас зарабатывает и что касается вот в предыдущем примере тоже надо было дальше задавать вопросы конечно она задала очень грамотный вопрос а что машину машина сама ехала вот здесь тоже очень такой каверзный вопрос ну то есть максимально надо этот факт лжи поставить вот обманщика перед перед лицом собственной лжи а дальше идем значит следующее следующее что понимаете да по поводу краткости поняли а дальше ненужные детали в которых нет необходимости вот обманщик он еще любит уйти в ненужные детали уйти куда-то вот ему задаешь один вопрос он начинает вам отвечать на какой-то непонятный другой вопрос адам что-то я прям совсем стала просто становлюсь прозрачной как человек-невидимка а там то ли у меня прожектор начинает сильнее светить фиг знает даже может я попробую что-то сделать да а значит давайте я включаю фрагмент следующий возможно успею себя немножечко под редактировать напоминаю что финика всегда состоял из четырех частей до финика это кирилл это эдвард это марат это зима и механика работы это всегда было содружество предпринимателей решающий каждый свою задачу моя задача это обучение моя задача это рассказ максимально просто о том как мы живем как мы инвестируем как мы зарабатываем ну браво браво вообще шикарно съезжает с темы вы посмотрите как он ему задают вопрос да а он начинает вот какие-то вещи которые не относились вообще к деятельности компании это компания финика которая разорилась успешно украла кучу денег у своих вкладчиков это пирамида насколько я помню а и вот руководитель этой пирамиды сейчас нам рассказывает про то что он скромненько так себе обучал людей просто которые к нему обращались вообще он занимался вообще полностью благотворительностью а на самом деле там с ним в компании были еще какие-то люди и вот с них тоже надо спрашивать на самом ну вот как бы сейчас он начинает рассказывать об их деятельность ну вот то что не спрашиваю вот никому это не надо а он начинает вот эти вот не ненужные факты объясняю рассказывать для чего да для того чтобы увести от себя ответственность это уже мы постепенно переходим к манипуляциям да но вот тем не менее человек когда врет он старается максимально увести на другое поле как мы с вами вот только что говорили до случая ну вот получилось так что на его поле ему надо увести мяч на другу это как футбол да вот вот очень хорошее сравнение мяч надо увести на чужое поле для того чтобы вам не забили гол да вот обманщик будет действовать тогда вот всячески вот всякие разные факты и смотрите вот при этом иллюстратор загребания но насчет иллюстраторов это отдельный курс по жестам будет но ну просто я взяла как бы вот из примеров да но что он говорит он говорит что не я один здесь работал не я один виноват да ну самое главное я не буду дальше давайте следующие как ролик для того чтобы вам показать что он вот здесь вот ну в предыдущем ролике он просто уводит нить разговора для того чтобы нас с вами просто запутать они для того чтобы объяснить понимаете вот где вот он же в этом же вот в своем объяснении что он говорит и мной было принято такое волевое решение о полном перееде на тотал тотальный просто legal то есть с одной стороны вот вот этот не обращайте внимание жесты мы будем разбирать еще на курсе жесты а вот вы понимаете что он сейчас сказал он сказал что он принял решение он единолично принял решение то есть вот всю свою команду о которой он там пространно разъяснял в придут в предыдущем ролике да вот всю ту команду на которую он сейчас ссылается и пытается переложить на них ответственность в расчет можно не брать после после вот этих слов когда он сказал я принял волевое решение при этом он расширился но это по жестам уже дополнительно то есть понимаете да он вот все что вот эти бла-бла-бла перед этим они не считаются вот это очень важно поэтому имейте ввиду вас будут запутывать вас будут уводить в разные темы да вам будут давать какие-то непонятные не ненужные обстоятельства которые вам не нужны что ваша задача если вы не хотите чтобы вас обманывали максимально возвращать вот этого вот заблуджего врунишку до обратно на его поле и на вот он начинает вам рассказывать про соучредителей не подожди дорогой а кто вообще это все организовал это же ты был какое нафиг обучение какое скромное обучение ты же это все они же у тебя все справа ты же команду собрал то есть он собрал команду а сейчас он на эту команду пытается переложить ответственность то есть вот вот это вот очень важно никогда не терять и не позволять ему вот он он по сути берет за ручку вас и уводит на другое поле а вы его возьмите за ручку и отведите обратно на его поле и скажите вот давай здесь все таки продолжать играть давай ты нам объяснишь почему мы должны пойти на другое поле но и и так далее понимаете то есть вот обманщик он будет всячески уводить вас на другое поле имейте это в виду а дальше следующий момент давайте следующий фрагмент включаю вот еще соответственно столько раз это обсуждали я еще раз проговорю а вот это уже пошли манипуляции то есть смотрите вот ключики сейчас я вернусь опять к нашему списочку чтобы не не путались значит седьмой пункт это ненужные детали в которых нет необходимости а и следующий пункт 8 защита через нападение а это уже манипуляции это еще одна такая фишечка которую тоже вам надо будет ну по крайней мере изучить не обязательно это тренироваться до много раз смотреть но у меня тоже есть не такой курс до небольшой курс по манипуляциям где я объясняю вообще специфику на каких вот на каких наших лазейках вообще строятся манипуляции вот с помощью чего они делаются да вот у нас у нас психологии как бы есть вот эти вот основания для того чтобы нами манипулировали как это строится и там вот эти разные демагогия раз рассуждения вот эти бла 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 и вот сейчас он делает манипуляцию смотрите он говорит в общем мы тогда мы так много это обсуждали то есть ты такой ты такой глупый ты чё еще не запомнил что я же тебе столько раз это объяснял то есть это уже мы четко подходим к манипуляции манипуляции их тоже довольно много вот под видео опять-таки вы найдете ссылочку на манипуляцию ну вот манипуляции еще изучайте не можете не у меня можете еще где-то но лжец он часто использует манипуляции то есть это еще один ключ если вы чувствуете что пошла какая-то манипуляция вот здесь вот начинайте копать еще основательный понимаете вот хитрость у лжеца это манипуляции сейчас вам еще раз этот ролик до конца в ключ включу чтобы вы понимали соответственно столько раз это обсуждали я еще раз проговорю принципиально первое у нас есть две работы а помните мы с вами сегодня уже я вам говорила что рука будет нянутся к лицу к ушам когда человек волнуется вот вот в данной ситуации вот это как раз признак лжеца вот то что я вам для примера показала тогда человек на х ну зеленский там находился в стрессовой ситуации в принципе а сейчас вот этот человек сидит у себя в помещении да никто у него над душой не стоит там не заставляет его ничего говорить да он довольно в стрессовой ситуации его смотрят до обманутые вкладчики конечно же они негативно к нему настроены это добавляет стрессовости но тем не менее перед этим он говорил какие-то вещи спокойно вполне да он как-то вот пытается вырулить эту ситуацию и вот в данном контексте как раз вот это то что он тянется рукой к уху говорит о том что ну ухо находится на голове а голову вот если рука тянется к голове к лицу а вот это вот признак того что человек волнуется потому что скорее всего врет понимаете вот вот в этом моменте он ну и мы видим что вот эти манипулятивные приемчики и так далее то есть врет 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 да видите как он красиво он вообще очень грамотный коммуникатор да вот он прокололся немножко он понимает что если его будут смотреть его же будут оценивать да он даже кстати вот в этом сказал что пригласите кого-нибудь кто там разберет меня на но это опять таки он еще и нападает понимаете он то есть я ничего не боюсь вот приведите мне человека он пусть меня разберет там прокалывается на каждом шагу он просто но тем не менее все таки он понимает что он грамотный коммуникатор а люди чем больше общаются тем больше тем легче они врут понимаете тем сложнее их поймать но все равно они прокалываются потому что но тело не обманешь телу вот это ложь вот это инородное тело тело пытается всегда вытолкнуть поэтому здесь ничего не поделаешь и он сначала рукой по повел к уху а потом стал уже жестикулировать то есть вот это вот еще такая хитрость люди грамотные коммуникаторы когда даже прокалываются они умеют выйти из ситуации либо жестами начать пользоваться либо улыбаться либо перевести все на шутку либо какой-то какой-то факт сказать отвлечь то есть вот это все тоже такая вот игра очень ну грамотная смотря на кого вы нарветесь да но опять таки а если будете учиться этому то вам уже не страшны никакие лжецы вы уже сможете их определять что называется слету и дальше он начинает нам опять уводить нас на ненужную информацию про там про какие-то правовые эти нормы и так далее но с единственной целью увести вас от ответа на вопрос где же мои деньги по сути деньги то он украл да и и вот пожалуйста вот результат право это две разные вещи у вас правой валюты нет нет обязательства в итоге нас за счета права и обязанности десна есть обязательства ответа в это разница и когда мы говорили о легальности и только для меня был инструментом легализации криптооборота внутри российского пространства и сегодняшний день для меня это до сих пор актуально но очень актуально ладно а это уже пошли жесты и это уже другая тема ада а значит не понимаете да врет и не краснеет и и мы это видим уже потому как он куда он уводит разговор да не отвечает конкретно на вопросы начинает там всякие разные бла-бла-бла уводить нас в сторону да давайте обратно сейчас вернемся к нашему списку так сейчас из себя сдвину значит защита через нападение манипуляции под видео ссылочка есть то курс манипуляции если вам интересно если хотите можете изучать манипуляции где угодно у каждого тренера свои может быть наработки да но очень рекомендую у меня тоже ознакомиться с этим мини курсом значит дальше следующий пункт внимательное наблюдение за вашей реакцией а да кстати я еще не до конца по моему раскрыла так 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 а вот это вот по поводу наблюдения за вашей реакции я еще наверное когда буду вегетативную нервную систему вам давать я вам дам вот этот пункт потому что смотрите когда человек собрал а и нет когда человек сказал правду и вы ему поверили вот сделайте вид что вы поверили то человек который ну действительно ну во первых он будет это все эмоционально очень ну как бы все разные факты вам добавлять да он смело добавляет факты вот чем отличить вруна от человека который говорит правду человек который говорит правду он максимально добавляет какие-то обстоятельства объясняет ну то есть ему важно чтобы вы поверили да и когда вы соглашаетесь с ним когда вы даете ему знать что вы поверили в этом случае у него просто радость понимаете он он ну как он он успокаивается он на на лице мы видим искреннюю радость то есть я доказал я я молодец да а когда человек собрал то и вы ему поверили да ну во первых он будет даже те факты которые он будет приводить они будут максимально удалены скажем так и минимально будет в этих фактах действующих лиц потому что их надо предупредить да ну вот будут какие-то факты не относящиеся по-настоящему к делу да но тем не менее если ему удается вас убедить и он видит что ну как вы поверили у него будет не радость а презрение потому что ну это понимаете он выиграл да он выиграл над вами он стал выше над вами и вот это вот реакция различить радость от презрения вот это вот как раз в курсе эмоции вы можете вот это вот прям ну понять да разницу но схему в принципе не очень обязательно ладно уже в вегетативной нервной системе не обязательно об этом говорить да так вот значит лжец ну вообще в принципе человек которому надо вам что-то внушить он будет внимательно наблюдать за вашей реакцией да и в случае если вы поверили а в случае если он говорил правду он просто обрадуется если он говорил неправду то у него будет презрение как радость отличить от презрения в курсе эмоции пожалуйста под этим видео ссылочка да но еще давайте вот разовьем тему по пункту 8 по манипуляциям вот в этом плане очень интересно пошла вот вот по манипуляциям давайте посмотрим еще одна у нас есть героиня такая манипулятивная очень здесь тоже просто браво по манипуляциям у нее вот золотая медаль можно сказать вы имеете ввиду что женщина все-таки должна быть независима от мужчины то есть у нее должен рожая детей должна понимать что может случиться ситуация когда она придет домой ей позвонят и скажут ваш муж умер его сбила машина и у тебя дети их надо содержать они просто сесть на попу и сказать ну содержите меня и вот так тем более как бы ну ну мы же все но она ну браво браво конечно она в манипуляциях преуспела очень сильно и вот все разборы которые были по этой парочке они просто шедевральны там по каждой манипуляции можно просто писать книгу да ну это не что иное как манипуляции уход от ответа до уход в какое-то поле непонятное которое хочется манипулятору чтобы мы все дружно ушли с ее поля до где она не права да и вот еще по вопросу манипуляции так какой-то вопрос у меня а так вот наблюдение наблюдение я немножечко не получается по поводу наблюдения давайте пронаблюдаем ты готов ну давай попробуем ну то есть так смотрите как он ну вот рассказывай вышел значит ты из тюрьмы сел в гелендваген что было дальше видите много напряжения потому пересел в рейндж ровер говорит и наблюдает говорит и наблюдает за реакцию дальше нервный смех все поехал в москву сюда один не оцениваем больше никого не было дни вы идите но машине при этом при этом наблюдает наблюдает как заходит его ложь водитель не было и видите улыбка вроде бы вот вот этим и отличается презрение от настоящей улыбки а глаза не смеются глаза внимательно наблюдают то есть улыбка но не улыбка вот это и есть презрение понимаете и при этом через ниже то есть вина вина сейчас он он все время сравнивает я молодец не молодец да вот мне сейчас надо играть на поле противника я держу мяч на поле противника или он уже у меня на поле вот он внимательно отслеживает этот мяч но кстати он и футболиста насколько я понимаю видите вот улыбка но челюстью водит то есть вот вот она отличие улыбки от напряженной вот это вот гримасы понимаете вот это очень важно наблюдать отслеживать да и еще один ключик для того чтобы выявлять ложь для верификации лжи это спутанность значит смотрите если вам рассказывают какую-то историю то попросите ну как во первых задавайте как можно больше вообще в принципе вопросов по теме как можно больше чем больше фактов он вам скажет тем больше он в дальнейшем запутается поэтому он будет всячески стараться меньше отвечать на ваши вопросы потому что каждый факт который он вам сообщит да вот он сейчас сказал допустим с каким-то другом он был теперь этому другу надо позвонить сказать что мы с тобой были вдвоем да вот ну вот какие-то факты которые если бы он сейчас сказал что-то еще да то какие-то факты надо передать соучастнику то есть если появляется соучастник то там уже больше шансов на то что он проколется если появляются какие-то еще факты там шел снег или дождь или там еще ну то есть какие-то внешние факторы которые легко проверить в дальнейшем да то есть вот вот такие вот вещи которые человек должен был видеть да но если этого не было то он их не видел ему приходится их придумывать а потом это все обрастает еще большим количеством уже еще большим количеством соучастников до которые должны быть в курсе которые должны тоже так же хорошо быть заинтересованы в том чтобы соврать и хорошо уметь соврать это тоже умение то есть вот чем больше фактов он вам сообщит тем больше он себя закопает поэтому ваша задача чтобы не быть обманутыми как можно больше фактов выудить и попросить еще в обратном порядке рассказать то есть он вам рассказал всю историю а потом вот обратно возвращайтесь каким-то момент вообще четко вот если до такой степени ну скажем так вы заинтересованы в том чтобы вывести человека на чистую воду в обратном порядке историю он вряд ли вам расскажет если этой истории не было потому что это надо вообще такие сверх мозги иметь чтобы все вот так вот структурировать во-первых вот придумать в одну сторону а потом еще и это придуманное рассказать в другую сторону это просто знаете попробуйте вот придумать историю для того чтобы я не была голословной просто сами это попробуйте сделать с собой и вы поймете насколько это сложно поэтому не жалейте лжеца а и заставляйте его рассказывать историю в обратную сторону адам вот такая вот скажем такие десять ключей пожалуйста используйте их своей жизни но и еще напоследок хочу сказать что ну вот то что требует тренировки это вот эти три уровня тренировки это уже навык вот если вы вот эти вот три уровня научитесь определять вот прям ну как как читать да вот мы когда-то азбуку учили буквы нам сложно давались писать читать а сейчас мы этим пользуемся спокойно да вот это то же самое верификации лжи абан строится на трех уровнях самый глубокий уровень это вегетативная нервная система я вам о ней расскажу в принципе этой темы достаточно одного урока для того чтобы верифицировать ложь а эмоции этот курс у меня есть уже уже в записи да вот вы можете под видео найти ссылочку за 990 рублей вы получите 18 уроков по эмоциям которые желательно смотреть а вот прям смотреть 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 пока у вас это не войдет на уровень бессознательного там как раз вот примеры того как мы разбирали эти ну вот обманщик ну там людей на разных интервью да и вот это прям про реальную жизнь 18 уроков прям четко с замедлениями там где надо то есть вот вы получаете такой тренажер да вот на этом тренажере для того чтобы подкачать извините попу надо ее качать вот тоже самое здесь да я уж сравниваю просто у кого что болит тот о том и говорит да ну то есть чтобы накачать какую-то мышцу вот пожалуйста накачивайте курс всего 990 рублей но поверьте это дорого стоит когда у вас это в голове отложится на бессознательном уровне и вы будете сразу считывать эти эмоции курс жесты тоже вы можете присоединиться за те же 990 рублей я пока не знаю сколько он будет длиться я соберу все жесты со всех наших разборов это же проведу эту информацию структурирую думаю что этот курс будет для одноразового можно сказать просмотра хотя хотя можете сколько угодно смотреть кстати вот все курсы это доступ навсегда у вас будет своя ссылочка на то чтобы смотреть видео когда вам удобно поэтому присоединяйтесь значит курс жесты начнется после нового года значит вы будете получать раз в неделю уроки их отсматривайте и будет вам счастье вот такая вот штука поэтому вот вот эти вот три пункта это то что вам надо просто выучить то что вам надо запомнить то что сегодня мы прошли вам просто надо понимать да я надеюсь что я достаточно понятно это объяснила структурировала но это вот самые главные такие вещи которые у нас при верификации лжи да то есть вот это вот те навыки которые просто надо накачать мышцы по ним да а вот то что мы сегодня прошли это то что надо понимать да кстати вот забыла сказать ту 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 еще эмоционально а ну да эмоциональные пике вот всякие разные ну вот это вот я еще не внесла ну вот основные основные можно сказать вот ключи до которые мы сегодня рассмотрели это как раз вот они а дальше ну если будет еще что вам сказать я тогда в ближайших уроках еще сделаю да в ближайших уроках я еще вегетативную нервную систему да да и ну как бы изучайте структурируйте свои знания ну и если вы наработаете вот эти навыки которые я вам я постаралась просто собрать чтобы вам не вкладывать много денег в это обучение но в то же время чтобы вы четко понимали как это строится да вот надеюсь что у меня это получилось да напишите обратную связь насколько вам полезен был этот урок а если кто-то случайно зашел не забывайте подписаться на канал мы здесь делаем очень интересные разборы от нас еще никто не уходил как говорится и не уйдет выводим всех на чистую воду с помощью нехитрых инструментов до профайлинга которому нужно я считаю что обучиться каждому из нас потому что спасение утопающих дело рук самих утопающих как вы понимаете да ну и изучайте профайлинг и будет вам счастье да все спасибо за внимание не забывайте поставить палец вверх это благодарочка для меня очень ценное она если не понравилось можете и дизлайк поставить напишите в комментарии что еще вам какие еще уроки вы хотите от меня получить я читаю комментарии с удовольствием отвечаю на них люблю вас всех очень сильно пока пока